Волшебники. Самый удивительный момент в картине Ральфа Бакши – это факт, что она была отмечена как подходящая для всех возрастов. Основа для развития истерии заключается в следующем. Страх. Бакши, защищающий анимацию для взрослых, попытался, но не смог создать семейный фильм с волшебниками 1977 года, мультфильмом с нацистской символикой и феей, которая никогда не могла успокоиться. Война была, и эта земля потеряна. Почему мы не можем сражаться и побеждать, мама? Потому что у них есть оружие и технология. У нас есть только любовь. Центральная тема фильма – природа против технологии – это нечто не очень уникальное. Но Бакши сочетает несколько стилей анимации, чтобы создать разрозненный, но эффективный опыт. Думаешь, твой меч всегда быстр, но что еще думаешь? Тяжелый металл. Этот мультфильм для взрослых начинается с астронавта, который в космическом корвете пронзает пространство, прежде чем плавно приземлиться на Земле. Это последний раз, когда все будет так обыденно. Не пытайтесь уезжать. Вы под моим контролем. Смотрите на меня. Коллекционная кинолента, сотканная из разных коротких историй, представленных в журнале «Тяжелый металл». Исторические арки объединены коварным сфером, который сбивал с толку человечество в различных эпохах. Хотя это в основном используется как предлог для того, чтобы анимировать как можно больше кровавого насилия. Тяжелый металл. Едва ли служил ориентиром хорошего вкуса, но по сегодняшним меркам большинство сегментов вызывают смех своим сексизмом. На одной фантастической планете, пропитанной социополитическими аллегориями, огромные пришельцы заменяют людей на вершине пищевой цепи. Хотя омы явно человеческие, притча фильма «Фантастическая планета» визуализирована в удивительно инопланетной эстетике, с использованием анимации вырезками и стоп-моушен. Когда фильм не комментирует расизм, рабство или права животных, он уносит зрителей в галлюцинаторное путешествие через серию красивых, но тревожащих изображений. Несмотря на дискуссии о важных темах, сюжет киноленты по сути второстепенен и создан только как повод для художественных иллюстраций Топа Холланда. Тем не менее, отдельные кадры фантастической планеты вполне могли бы быть экспонатами на выставке искусства.